Друзья, всем привет! Мы в Москве на Warface Open Cup осень. Сейчас пообщаемся с самым известным ютубером по Warface, Сергеем, у которого есть канал и на нем 650 тысяч подписчиков. Сереж, расскажи, пожалуйста, сколько лет твоему каналу, как удалось развиться до такого количества? Так, канал я создал в марте 2013 года, то есть ему два с небольшим года получается, ну где-то два с половиной. Ну и как удалось, просто старался делать качественные видео. А какая тематика у видео? Ветсплей по Warface преимущественно. Есть немножечко других игр, но они составляют очень малую долю. А я так понимаю, что если по Warface, то в раскрутке канала помогала также компания Mail.ru, да? Нет. Я думаю, может быть, только на каких-то самых последних этапах, но и то какая тут в принципе сейчас раскрутка, нет. Я думаю, что я вылез исключительно без какого-то пиара, то есть сам видео делал, ну и народу нравилось, он смотрел. Я не покупал никакого, допустим, пиара, раскрутки или чего прочего и все естественным путем вышло вот на такой уровень. Как ты думаешь, почему? Может быть, потому что ты был первопроходчиком по этой теме или кто-то был? Были конкуренты? Нет, не был первопроходчиком. Но был момент, так скажем, когда в Warface вводили новый режим под названием ликвидация. И я тогда был в принципе одним из первых, кто смог его удачно пройти, потому что умел, знал и был достаточно опытным игроком уже на тот момент. И это мне помогло, так скажем, нужные и ценные видео. Они попали на YouTube и народ по ним смог этот режим проходить тоже. И благодаря этим видео канал стартанул, скажем так, с одной тысячи подписчиков и буквально за полгода он набрал 100 тысяч. То есть у тебя, получается, серьезные видео, которые рассказывают о том, как играть в Warface и за счет твоих знаний об игре, которые людям интересны и нужны, канал вырос, правильно? Ну, я думаю, да. Расскажи, пожалуйста, общаешься ли ты с пользователями напрямую, делаешь ли для них какие-то конкурсы? И знаешь ли каких-то людей в лицо? Почему ты их знаешь? Ну, из тех, кто у тебя подписчики, да? Почему ты их знаешь? Потому что они нарушают часто или наоборот суперпозитивные и тому помогают тебе? У меня есть собственный клан, который, ну, до 50 человек может вмещать в разное время по-разному. С ними я со всеми общаюсь напрямую, естественно. Также бывает то, что общался и через социальные сети тоже с игроками, но последнее время с этим стало сложно, потому что более 100 тысяч уже набрал непрочитанных диалогов ВКонтакте и не получается, к сожалению, общаться таким образом. В комментариях иногда отвечаю на YouTube, но тоже недостаточно, мне кажется, часто. Ну, просто я один, а вопросов достаточно обширное количество. Но в целом, когда есть возможность и есть интересный ответ, я, конечно же, даю. А также у меня есть специальная рубрика на канале «Ответы на вопросы». Я уже 19 выпусков, вот 20-й уже готов практически, отвечаю на популярные из них. И я думаю, что большинство, что люди хотят обо мне знать, я уже на всё ответил. Чтобы так лишний раз не отписываться в комментариях, да, такой своеобразный экскурс. Понятно. А расскажи, делаешь ли ты интервью для своего канала или у тебя только игровые, внутриигровые видео? Ну, поскольку в основном я сижу дома и делаю видео, то интервью, ну, как-то не очень, не получалось толком у меня, чтобы они проходили как-то, ну, или чтобы их много было. Скажем, таких вообще почти не было, это одно из первых, наверное. Но, ну, в общем, вот так. А ты впервые на Warface Open Cup или до этого приезжал? Да, я впервые на Warface Open Cup и впервые в Москве, в принципе. Ничего себе. Ну и тогда поделись впечатлениями. Мне здесь очень нравится. Надеюсь, что побываю ещё. А ты, когда сюда ехал, ты ехал за впечатлениями общими от мероприятий или всё-таки хотелось познакомиться с командами и с игроками? Что тебе больше интересно? Ну, в первую очередь я ехал сюда работать, можно так сказать, а именно снять интересное видео о том, как проходит Open Cup. И это было основной целью, которая, в общем-то, я думаю, будет успешно реализована. Ну, а также, естественно, я фотографируюсь с игроками, отвечаю на их любые вопросы, всё, что хотят. Ну, вот, и с вами сижу тут. Отлично. А на что, какая у тебя аппаратура, на что ты снимаешь? В основном, ютуберы, я вижу, гоупрошки тягают. У тебя тоже? Нет, у меня беззеркальный фотоаппарат. Но большинство моих видео сняты на веб-камеру. А сейчас очень модная тема – стримерство. И многие ютуберы, так сказать, рискуют и кидаются в омут с головой, садятся и делают лайв-трансляции. Не было ли у тебя такого опыта или не было желания, или, может быть, в будущем ты выйдешь в онлайн такой прямой? Ну, всё можно ожидать. Я не буду себе обрезать, так скажем, пути для манёвра. Но пока что у меня мысли об этом как таковых не было. Понятно. Ты упомянул, что немножко другие игры стримишь. А какие шутеры какие-то? Видел ли ты новый шутер от Blizzard, например? Я мало времени уделяю просмотру новых вышедших игр. Но я снял один шутер Sniper Ghost Warrior 2 на своём канале целиком прохождение. Также я снял страшилку одну, ну, если можно так сказать, ужас, игру Outlast. Но Battlefield 4 я снял прохождение целиком. Ну и, в общем-то, в остальном это Warface. Ну, то есть всё-таки шутеры, да, в первую очередь? Да. Ну, есть ещё немножечко развлекательных игр наподобие, ну, вернее, не наподобие, а Happy Wheels. Вот, я немножко пробовал себя, ну, так, 95% Warface. А не думал ли ты, если вот у тебя такое, ну, скажем так, талант к игре, ты в ней хорошо разбираешься, не думал ли ты податься в киберспортсмены? Ну, так скажем, я участвовал на турнирах по Warface, только не на Open Cup, тогда их ещё не проводили. Также я участвовал на Counter-Strike 1.6, также я был на турнире по Доте в компьютерном клубе. Но это была Дота ещё не та, что сейчас, а All-Stars на движке Warcraft 3, да. Но... Как, с успехом? Ну, я, так скажем, был тогда ещё молодым игроком, ну, и, может быть, это было так, дабы просто попробовать, что это такое, почувствовать для себя. Ну, сейчас я решил сконцентрироваться на изготовлении видео, и киберспорт, как бы, нужно здесь что-то выбирать. Либо ты киберспортсмен, который конкретно с командой тренируется, либо ты делаешь ежедневный контент, который интересен. Ну, в общем, мне ближе создавать ролики. А как ты думаешь, если бы ты стал так же успешен, как вот в видеоблоге? Должел все усилия для этого. Хорошо. Такой вопрос. Ты, я так понимаю, сейчас ты полностью, это твоя работа? Ну, я думаю, это значительно большее, это моя страсть, мое желание. Я этому готов уделять всё своё время. Ну, как, нужно, конечно, ещё спать успевать, может, что-то ещё. Но в основном мысли мои каждый день пропитаны игрой в Warface. И так уже продолжается несколько лет, и мне это нравится. А чем тебя привлекла игра, завоевала? Трудно сказать. Просто бывает то, что я на какую-нибудь игру подсяду и долго-долго на ней сижу. Так было до Warface. В Counter-Strike я играл очень много. Я тоже в Dota тоже провёл, в Warface довольно много. Ну и сейчас период такой жизни, что это Warface. У нас есть мнение, что по сравнению с тем же Counter-Strike Warface настолько более динамичный, чем эта игра. И что там даже не успеваешь какие-то тактики придумывать и реализовывать. Только сиди на крыше и стреляй. Ты можешь опровергнуть или поддержать это мнение? Я считаю, что Warface сыграет, безусловно, совсем другая. Здесь во многом больше возможностей и пространства, может быть, для манёвра. Ну и вообще эти игры сравнивать. Ну, конечно, только то, что это два шутера, но в остальном они совсем разные. Ну и здесь выбирать между ними нужно, естественно, что-то одно. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень любопытно услышать от тебя столько много информации. В заключении несколько слов к твоим будущим и настоящим подписчикам. Привет и передача. Хочу сказать спасибо всем моим подписчикам, что они меня смотрят. И я буду продолжать оправдывать, ну, так скажем, то, что они на меня подписаны, делать для них качественное видео. Ну и буду, естественно, рад новым. Спасибо.